Анна Катрина Вестли, книга «Щепкины коварные девчонки», глава 12 «Тётушка Забота и Кнопка». Малыш гадал, придёт ли тётушка Забота и завтра тоже. Она пришла. Она появилась рано утром, пока автобус ещё не увёз маму с Филиппом. Перекинулась несколькими фразами с мамой и снова исчезла. Она ушла, огорчился малыш. И мы с «Щепкиным» будем весь день одни. «Нет», – ответила мама и объяснила. «У тётушки Заботы очень много хлопот, и сегодня она должна присматривать за маленькой девочкой. Так вышло, что у малышки нет мамы, а папа иногда вынужден отлучаться в город. И тогда с девочкой сидит тётушка Забота. Но ей кажется, что сегодня она могла бы присмотреть за вами двумя. Ты лежишь себе в постели, а малышка могла бы поиграть на улице или побыть с тётушкой на первом этаже. Но ты должен пообещать, что не станешь спускаться к ним, потому что нехорошо, если ты заразишь маленькую девочку». «Нет, нет», – сказал малыш, – «я не буду спускаться вниз, хотя мне сегодня гораздо лучше. Вдруг это одна из тех девочек, которая всегда крутится рядом с магазином. Я нисколечко не хочу с ней играть. Лучше пусть она побудет на улице». «Я, честное слово, не знаю, кто эта девочка», – ответила мама. «Хорошего тебе дня и будь молодцом. Тётушка скоро придёт. Я дала ей ключ, она сама откроет дверь. Не скучай». Мама с Филиппом ушли на автобус, а малыш с Щепкиным, как и вчера, остались с дома одни. «Вдруг это одна из тех девчонок?» – спросил малыш. «Вдруг та, которая укутала меня в кофту?» – припомнил Щепкин. «Ужас!» – сказал малыш. «Тогда я скажу тётушке, что лучше уж я буду совсем один с тобой, чем она станет приваживать в дом этих девчонок». «Да», – поддакнул Щепкин, – «это лучше гораздо. Давай поиграем в автобус». «Погоди», – сказал малыш, – «сперва надо подумать, есть ли это одна из тех девчонок из магазина. Нам надо запереть дверь, иначе она прямиком заявится сюда и начнёт копаться в наших с Филиппом вещах». «И схватит меня!» – вскрикнул Щепкин. «А ты не сумеешь вернуть меня, потому что тебе нельзя спускаться на первый этаж». «Всё так», – согласился малыш. «Нас спасёт только закрытая дверь. Ключа у нас нет, но давай подопрём дверь стулом, а на него поставим ещё один». «Со стульями это ты высоко придумал», – восхитился Щепкин. «У нас будет стуловая башня, и эта девчонка не сможет войти и утащить меня». «И вообще здорово построить башню», – продолжал малыш. «Она будет высокая, как церковь или как дворец. А наша комната тогда будет как будто город». «И чур, в городе все куда-то едут», – добавил Щепкин. «А некоторые даже на конях». Щепкин был страшно горд. Он вообще всегда прямо раздувался от важности, когда ему удавалось придумать что-то совсем самому, без подсказки. «Это наверняка король», – подхватил малыш. «Он скачет на коне, чтобы все его видели». «А можно, чур, я тогда буду королём», – попросил Щепкин. «Король Щепкин первый. Скажи красиво». «Хорошо, сегодня королём будешь ты», – согласился малыш. «А я стану принцем, и мы как будто едем в золочёной карете». Он выпрыгнул из кровати, выудил из ящика с игрушками белую деревянную лошадку и поставил её перед кроватью. Уздечка у малыша тоже была длинная красная ленточка. Он повязал её вокруг шеи лошадки, а другой конец дал Щепкину. «Мы как будто поехали покататься по городу», – сказал малыш. «Ты правишь, а я стою и всем машу». Щепкин молчал, затаив дыхание. Он не верил своему счастью, что он король. «Не гони так, Щепкин», – сказал малыш. «Я не успеваю махать прохожим». «Меня надо называть Король Щепкин Первый», – напомнил Щепкин. «Ах да», – улыбнулся малыш. «Ваше Величество, Король Щепкин Первый, как дела у вас сегодня?» «Благодарю вас». «Хорошо», – ответил Король Щепкин и добавил. «Там какой-то шум. Наверное, тётушка Забота разговаривает с девчонкой. Помолчи. Давай подслушаем». «Ты поиграй, пока здесь на улице», – услышали они голос тётушки Заботы. «А потом я позову тебя в дом перекусить». «Мне кажется, хорошо, что я здесь, а не в моём домике». «Представляешь, если бы я сейчас был там совсем один», – сказал Щепкин. «Ужас!» – согласился малыш. «Хорошо хоть, что мы дверь подпёрли», – сказал Щепкин. «Я пойду тихонько выгляну в окно», – ответил малыш. «Тапочки надень», – велел Щепкин. «Ты же знаешь, тебе нельзя вылезать из постели». «Слушай, давай ты на время перестанешь быть королём, и я для надёжности спрячу тебя под кровать», – сказал малыш. «Отлично!» – согласился Щепкин. Малыш сунул ноги в тапочки и подкрался к окну. «Малыш, как ты там? Всё в порядке?» – закричала тётушка Забота из кухни. «Да», – ответил малыш. Он тихо-тихо поднёс к окну скамеечку и залез на неё. Сначала он никого за окном не увидел, но потом посмотрел в сторону островерхового домика. Там кто-то сидел на корточках спиной к нему. «Щепкин, она рассматривает твой дом», – доложил малыш. «Хорошо, что тебя там нет». «Ой, Щепкин, знаешь, это не та. Некоторые утащили тебя тогда. Угадай, кто это». «Не знаю», – сказал Щепкин. «Это принцесса», – сказал малыш. «Помнишь, она сидела на коне тогда в лесу, когда я тебя потерял. Иди, посмотри сам». Малыш метнулся к кровати и подхватил Щепкина. Они смотрели в окно в четыре глаза. И оба видели принцессу очень хорошо. Вот она встала. У неё были длинные светлые волосы и красная шапочка. Она заглянула в домик Щепкина. А потом стала строить изгородь по обеим сторонам дорожки к дому. А в конце сделала ворота. «Ого!» – сказал малыш. «Красота, Щепкин!» «Ты ведь рад, что у тебя есть изгородь и ворота?» «Думаю, да», – ответил Щепкин. «Нет, конечно. Я очень рад!» «Жалко!» – пожаловался малыш. «Что мы болеем?» «А то бы пошли поиграть с ней». «Мы скоро поправимся!» – подбодрил его Щепкин. «Да, но тогда я снова буду ходить с мамой в магазин», – сказал малыш. «Девочка подняла голову и посмотрела прямо на окно, у которого стояли малыш и Щепкин, и кивнула им. В ответ малыш часто-часто закивал головой и поднял Щепкина повыше, чтобы и тот смог отвесить поклон по всей форме. Потом маленькая девочка показала пальцем на маленький домик, а потом показала на Щепкина, и в ответ он закивал ей чуть ли не сам. Так он возгордился, что она угадала, что домик его. И тут загрохотала дверь, и верхний стул опрокинулся. А тетушка Забота удержалась на ногах каким-то чудом, потому что в руках у нее был поднос, и она старалась не уронить его. А к тому же никак не ожидала, что дверь забрикадирована. «Ой!» – пропищала она. – «Чем это вы занимаетесь?» «Вы ведь вроде должны лежать в кровати, разве нет?» «Понимаешь, – объяснил малыш, – Щепкин почти здоров. Ему скучно целый день сидеть в кровати. Пришлось позволить ему постоять у окна и посмотреть на принцессу». «На принцессу?» – переспросила тетушка. «Ах, да, на малышку, которая пришла со мной». «Правда, правда, она вылитая принцесса. В другой раз вы сможете поиграть, но сегодня пока не стоит. Малыш, залезай в кровать, чтобы я смогла поставить поднос. У меня для тебя кое-что есть. Я вытащила из почтового ящика. Это открытка от папы». И тетушка Забота прочитала вслух. «Дорогой малыш, надеюсь, у тебя все хорошо. И ты не видел больше ни принцесс на коне, ни других странных вещей. Я приеду в субботу. Передавай привет другу Щепкину, твой папа». «Если бы он знал!» – сказал малыш и посмотрел на Щепкина. «Еще бы!» – ответил Щепкин и напустил на себя таинственность. Субтитры создавал DimaTorzok